7 утра мы начинаем сегодня у нас заключительная серия по стенам в прошлых сериях мы с вами сделали стены пол обшивку бани фольгой обшивку ее брусками можете смотреть плейлист баня в подарок или баня своими руками что-то такое задача поставить входную дверь и доделать имитацию бруса на этой стене вся сложность заключается в том что у нас проем больше чем фактически дверь которую будем устанавливать поэтому я должен сформировать такие же бруски вот на этой стене каким-то образом по уровню выставить в них монтировать уже дверь и потом сформировать сам каркас обшить это все фольгой и уже тогда начнем зашивать этот проем так скотч есть фольга есть приступим друзья но здесь рассказывать в принципе то особо то и нечего также выставляем лазер выставляем планки для фиксирования брусков с расстоянием под дверь и заделаем это все минватой зашьем это все фольгой и можно будет начинать уже обшивку сверху ничего не будем делать потому что сверху деревьях а тут просто пропенем и возможным посадим на саморез фиксируем брусок так здесь все по уровню расстояние между брусками 72 с половиной сантиметров и том что сами двери у нас 70 сантиметров по сантиметру на шов вот эти штуки загнуть здесь не получится поэтому я сейчас уберу болгаркой с внешней стороны с внутренней стороны просто загну для того чтобы нам укрепить двери чтобы эта вся штука она все равно имеет какую-то подвижность я возьму брусок сейчас и отсюда сделаю его параллельку прямо в эту балку ровно под 90 градусов так сейчас мы это все прижмем фольгой еще один момент который очень важен благодаря вашим комментариям я узнал что фольгу правильно крепить начиная снизу вверх то же самое касаемо наших стен и в этом есть своя логика когда мы крепим снизу вверх то конденсат который формируется на потолке или верхней части стены стекает уже не боясь того что где-то если даже фольга отслоится что он будет затекать под нее и попадать в мин вату поэтому правильная фиксация сейчас идет поверху учтите это своей бане когда будете собирать и еще не жалея использовали алюминиевую фольгу для того чтобы у нас максимально все было проклеено ведь разбирать потом стену намного страшнее чем сделать это сразу правильно если вход в баню у вас похож на космический портал значит вы все делаете правильно но мы продолжаем теперь нам необходимо пройти вот это примыкание сюда будет вставляться дверь но мы же не можем ее заправить фольгу поэтому фольга будет заворачиваться сейчас за брусок здесь он будет тоже подминаться чтобы пенный шов не попадал на фольгу потому что это ну бесполезно заранее пройдите все места где возможны отслоение фольги чтобы это все не отклеилось потом уже находясь в стене получается я думаю что герметично да это важно здесь у нас минвата находится нам по максимуму и пристреливаю а здесь просто обрезается под район ну и теперь осталось проклеить это скотчем на эту часть деревяшки мы заходим немножко а здесь мы заклеиваем плотничком но уже то все надо конечно же проклеить прям хорошо и теперь я просто вставляю вот такие брусочки и фиксирую их это как раз наш поворот проверяем это все по уголку должно быть ровно ровно шикардос будет друзья сегодня же новый год а я вас попозже поздравлю сейчас закончил работу так заносимся это у нас внешечка простите пожалуйста что так мало снимаю как зашивать стены вы уже знаете установка двери например она для вас может быть интересной поэтому это я покажу но как зашить те стены сделать примыкание мы с вами разбирали в прошлом видосе которые посылки проемка такой маленький кажется просто нереально а сейчас на дверь я поставлю петли установлю эту дверь туда и доделаю примыкание которые остались сделать вот по краям и вверх смотрите как здорово стала смотреться стена когда она получилась при касании с двух сторон деревом теперь она заиграла до этого мне казалось она будет немножко как будто она здесь немного не в тему а сейчас она прям смотрится она прям ну шикарно вообще такая прям вот она здесь нужно как теперь это все будет работать я не знаю но сегодня как только мы открывали дверь в парную туда прям бьет горячий воздух и становится очень жарко немножко сменим с вами сферу деятельности и вам будет интересно смотрите до конца ребята кстати я посмотрел статистику по нашему каналу мы сейчас год с чем-то уже год и два месяца с вами вместе да снимаем и работаем рука об руку плечо к плечу так вот нас смотрит восемьдесят шесть процентов зрителей без подписки и я понял свою ошибку я просто не приглашаю своего зрителя подписаться и поэтому многие смотрят ролик и забывают о том что это надо сделать а так как целевая аудитория которая смотрит наше видео это 34 44 года то многие просто даже не знают что надо подписываться на канал чтобы видеть эти видосы поэтому друзья первое надо подписаться и второе это прям вот важно нажать на колокольчик когда вы нажимаете на колокольчик вам приходит каждое новое видео и вы уже знаете о том что вышел новый видос кстати видосы у нас по средам опять куча болтовни мало работы давайте продолжим слушайте приобрели вот такие петли они называются петли без врезки но что интересно при установке их в один из пазов у меня в другом прям плотную получается поэтому я подумал что все таки скорее всего я врежусь в дверь а в косяк уже просто прикручусь и тогда этим самым я компенсирует 2 миллиметра поверхности посмотрите оставляю туда же так то составите сложновато если я оставляю то там вообще ничего на свободного не остается как заверяет производитель надо опуститься здесь на 150 миллиметров вверху а внизу на 250 миллиметров и установить петли так берем рулеточку и замеряем 150 миллиметров отверх ровняем дверь отстреляли по уровню здесь я закрутил саморезы для того чтобы это все зафиксировать сейчас и мне нужно сейчас проем пропенить и теперь просто пропениваем ну и все последнее что остается это вставить дверь определить высоту шарниров потом чуть-чуть ее приподнять буквально на 3-4 миллиметра отмерить их и прикрутить смотрите подсказы пожалуйста подсказывайте ваши подсказки они просто помогают мне в этой работе неимоверно три главных правила успеха на ютубе подсказывайте пишите и смотрите так вы на уголочек ставим и вот так просто прикручиваем и все так ну что вентиляция настало твое время сейчас установлю ее сюда потому что это единственное отверстие в котором ее нет и здесь уже давно пора ее поставить выдергиваю вот эту красоту по тому же ночь вентиляционная заглушка поворотная для бани и сауны комплекте у нас вот такое вот посадочное кольцо саморезы и вот это вкручивалка но здесь все просто вот эту штуку надо установить с таким расчетом чтобы она вошла вентиляционное кольцо выпуск я специальный подготовил о все теперь ровняю красиво я использую свои саморезики любимые которые я покупал для имитации бруса просто родные слишком маленькие а эти прям хорошо заходят в имитацию и и прекрасно вставляю сюда так я так сделаю но вы так не делайте потому что шуруповерт он как бы святая штука да одному конечно неудобно тем более на стене ну и и откручивать до конца никогда не придется так немножко давать чтобы вентиляция чтобы обмен воздуха шел вот ну и после принятия бани ее придется тоже открывать для того чтобы не застаивалась влага все вот так хоп затянули а вот так чик сразу и пошла немножко сифонить и все здорово и так друзья приступаем с вами к потолку не буду кривить душой я его уже начал и вот так заходим и у нас вот такая красота уже пора доделать потому что само это не доделается 189 с половиной замечательная линейка помогает во всем в данном случае помогает отмечать имитацию бруса вставляем линеечку в паз и теперь нажимаем на специальную кнопочку так оп и криволинейное соединение мы знаем это мы сохраняем как информацию а мне рулеткой надо замерить это это расстояние как работает наша линеечка проверяем наглядно прям как так и надо отлично чпоньк чпоньк у нас финал очка фиксануть здесь я не могу никак на самом деле не саморезом ничем другим это сделать не получится поэтому я прихожу вот к такому способу это простой силикон мы его наносим здесь на стоечке сейчас я просто заправлю сюда ламельку и она приклеится и это будет на века я вас уверяю интересен он тем что он никак не мажет его никак не видно заготовка должна быть подготовленная ведь это же заготовка и она подготовлена и вводим ее сюда на место и она у нас еще дополнительно имеет компенсационные швы для того чтобы в случае чего потолку было где расшириться придавливаем сейчас через несколько минут это все будет приклеена так друзья потолок потолком но надо не забывать об этом замечательном сооружении там у нас парная здесь у нас предбанник и вот эту часть я должен как-то сейчас закрыть поэтому я нашел огнеупорный кирпич под снегом сложил его сюда и из него мы сейчас соберем конструкцию уже не повторяя тех ошибок по расширению металлов поэтому в данном случае я сделаю расстояние полтора сантиметра и сейчас соберем тут конструкцию обложим это все керамикой будет просто шикарно здесь раньше стоял приточный вентилятор помните о котором я говорил что у нас было принудительная приточка воздуха теплого его убрали потому что он здесь просто не нужен и провод от него я вывел сюда здесь будет подсветка для работы с печкой ну то есть для раньше здесь в темноте в полумраке это вся работа происходило здесь не обращайте внимание керамзитом все это придавится и не будет сюда тепло идти все хорошо то есть вата не будет никак мокнуть если вдруг мокрый пар все начинаем работу замешиваем раствор для утепления я использую простой керамзит мы засыпаем у оставленную ел получается шикарно я не нашел финальную заглушку поэтому использую простой хомут я думаю он справится с нашей задачей закрою это отверстие но если найду потом я ее поставлю это не проблема и вроде даже неплохо да класс до нового года осталось какие-то считанные четыре часа время загадывать желание мы закончили баню осталось всего лишь сделать полки и в новогодние праздники я конечно же это закончу еще будет итоговый выпуск которым мы расскажем полностью о том как всю ее собирали сколько мы денег потратили и так далее в общем на этот проект друзья мы с вами уже больше года вместе очень рад что вы смотрите наши видосы в наших планах конечно же прям вот громадье на следующий сезон точнее уже на это лето на лето 2020 года и очень рад с вами делиться этой информацией которая ну кому-то вдруг она даже и пригодится а сейчас я хотел бы поздравить вас с новым годом своей семьей хочу пожелать вам здоровья в новом году пожелать вам успехов всего 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 самого наилучшего пусть нам году сбываются мечты новые и старые стройте стройте на позитиве радуйтесь каждому строительному дню и все у вас будет хорошо строительный материал подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик и тогда вы не пропустите наши новые видео еще раз поздравляю вас с новым годом счастья здоровья и успехов во новом году с бычи всех мечт до скорых встреч следующем году меня и моего огорода в телевизоре будет много пусть огорода будет немного меня много но если не сложно поделитесь этим видосом со своими друзьями в свою очередь оставайтесь с нами до скорых встреч пока пока и и и и и и